Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях генеральный директор АОЛГЖТ Азизов Мамед Кискинович. Мы поговорим с вами о наболевшем, о том, что всех нас с вами волнует. А именно жилищные проблемы. Проблемы их, кстати, решения, потому что когда компания работает, и работает довольно-таки продолжительное время, она знает уже, где есть какие-то изъяны, где есть проблемы, которые решаются. Где-то успешнее, где-то еще предстоит решить, тем более год был сложным. Тем не менее, обо всем этом мы спрашиваем у человека, который знает об этом все. Здравствуйте, Мамед Кискинович! Добрый день! Ну, вот мы накануне уже, можно сказать, Нового года. Все его так ждут. Я даже не помню, чтобы так ждали Новый год. Больше ждут, наверное, окончания этого года. Окончания этого. Ну, согласитесь, всегда мы говорим, что вот этот год скорее бы он ушел, а вот в Новом что-то такое произойдет. Но мы будем говорить, подводя итоги, наверное, этого года, и прежде всего, как жила компания вот в условиях этой повышенной готовности, или, как в народе говорят, карантина, хотя он официально объявлен не был. Все равно, как компания существовала? Ну, я уже и раньше говорил, пандемия пандемии, но есть вещи в нашей деятельности, которые, в общем-то, никак не могут повлиять. Мы не можем не работать, мы не можем на удаленке, мы не можем не реагировать, мы не можем не выполнять заявления, обращения, жалобы граждан. Поэтому мы работали в обычном режиме, понятно, режим необычный, потому что были ограничения, это и в виде средств индивидуальной защиты, закупка дополнительных... То есть пришлось закупать? Конечно, конечно, дополнительных затрат мы понесли. Ну, все это не только мы, это весь мир, к сожалению, вся страна, поэтому... То есть без перерывов, пауз никаких не было? Да, никаких перерывов нигде не было. Мы работаем и в круглосуточном режиме, вы знаете, у нас есть аварийно-диспетчерская служба, у нас есть служба, в которой 24 часа на 7 мы работаем. Поэтому для нас единственное, вот, понятное дело, когда... На нас что отразилось, честно скажу? Когда, вот, помните, было закрытие, там, ограничение, народ более, я бы сказал бы, агрессивный, что ли, а мы же на переднем плане, и эта агрессия до нас тоже доходила, мы старались максимально быть корректными. То есть вам психологическую службу нужно заводить? Было сложно, потому что приходишь, там семья, понятное дело... И понесло. ...карантин, неделя не выходит, и были такие моменты, слава богу, мы выходили... Ну, у вас пропуска были, наверное, да, все как положено? У нас удостоверение положено, у нас все, что для того, чтобы выполнить определенный вид работы, все было. Но, тем не менее, ну, это жизнь. Ну, вот сказать, что это плохо или хорошо, я... А когда вы, кстати, начали готовиться, потому что весной, помните, пошло веяние, что вот могут быть такие проблемы? Мы сразу, вот честно, есть какое-то чувство, да, мы сразу, слава богу, вот мы успели закупить все, но, если вы помните, на следующий день подорожал в разы. Да, и исчезло сразу из магазина. Успели, и нам хватило ровно столько, сколько существовал ажиотаж. Потом мы спокойно уже закупали. Ну, когда рынок уже был на пункт. Хорошо, ну, и тут сразу же такой вопрос возникает. Это живые люди, работа ваших, значит, коллег и вашей команды, которая обслуживала население, и все-таки заболеваемость. Вот, удалось как-то ее минимизировать? И были ли больные люди среди сотрудников после общения с гражданами? Скажу вам честно, в первой волне у нас практически никто не болел. Сегодня достаточно, я не могу цифры назвать, да и неправильно, неэтично, это же люди, они штуки. Поэтому сейчас есть, есть и довольно-таки... Именно связанные с коронавирусной инфекцией. Да, есть, которые заболели ковидом, которые переболели, которые перенесли, когда на ногах много, там разные симптомы. Ну да, от организма зависит, антитела у кого-то. Да, конечно. Когда коллектив большой, они рассказывают, что произошло уже, понимаешь, весь масштаб этого, честно скажу, кошмара, который каждый переносил по своему, у каждого, не дай бог, конечно, свои последствия не самые приятные. Поэтому, да, сегодня это отражается на нашей деятельности. Понятно, количество людей стало меньше. Я еще больше скажу, у нас же есть еще подрядные организации, которые называют дворники, мусоруборщики, уборщики. И там, к сожалению, тоже процентов на 30-40 уменьшение количество людей работающих. Ну, мы стараемся сделать все, чтобы люди не почувствовали. Но, тем не менее, эта проблема есть. Не почувствовать и не обозначить проблем, это разные вещи. Надеюсь, кто-то услышал меня, отнесется с пониманием, что ну не сейчас убрали, но попозже уберем. Ну не сейчас, не бегом, но мы сделаем. Поэтому есть такая проблема. Ну, сейчас еще вот в эти дни, а чтобы не накликать, что называется, и такого снегопада как бы еще не было. Да, я имею в виду погодные аномалии. То есть она, видимо, тоже боится коронавируса. Но впереди все-таки новогодние праздники. И тут возникает вопрос. Мы же понимаем с вами, что люди расслабляются. Даже в состоянии вот этого вот, тем более прощаясь с таким годом, возможно, будет увеличение обращений, связанных с жилищными проблемами какими-то, да? Вы к этому как-то готовите специальные бригады? Или это в таком режиме? Да нет, ну конечно, готовимся. Дело в том, что у нас какие проблемы? Обозначу сразу. 31 декабря все начинают мутся воды. Девятит воды. Стараемся максимально там объяснять. Это, чтобы в баню сходили. Это, чтобы лучше в баню сходили куда-нибудь. Как положено. В деревню, да. По всем традициям. Но не все могут себе позволить. Поэтому эта проблема будет. Она не такая великая. Она временно появляется. Я надеюсь, кто-то услышал опять нас. Да, чтобы никто не залили. С обеда начнут днуться. И чтобы не залили еще никого. Да, это тоже, да. Вторая проблема, которая есть, вот правильно сказали. Это засор канализации. Это какая-то беда какая-то. Все сливают. Такое ощущение, как будто многие люди, которые все, что остается, наверное, выбрасывают куда-то, выйти уже лень. И все спускают в унитаз. Не все, понятно дело. Но, к сожалению, есть. Там достаточно одного адреса, чтобы затопить несколько квартир. К сожалению, есть. Это тоже есть. Это вторая проблема. И третья проблема, это количество мусора. Там первое, второе, третье. Это же, вы знаете, все-таки выходные. И смежная организация. И горы. Но мы никогда не давали поводу, чтобы люди возмущались. Убираем. У кого-то праздник продолжения. А у кого-то работа. У нас елки еще начнут выбрасывать. Некоторые прямо с первой числа. У нас специальный приказ, специальные люди. У нас дежурство. У нас закуплены все материалы. У нас здесь аварийный запас. Мы всегда готовимся. Для меня это будет 36-й Новый год работы на этом предприятии. Поэтому и многие мои коллеги, я уже сотни раз говорю, более 20 лет, наверное, процентов 70 из коллектива. Поэтому у нас... А вот что людям надо сделать? Я имею в виду не тем, которые, конечно, специально будут делать. Но как все-таки... Это какое-то действительно расслабление наступает. Подготовка новогоднего стола. Потом, опять же, там и с газовыми проблемами могут забыть. И со светом. И свет везде горит. И вода льется. И какое-то такое ощущение, что... Может постараться как-то заранее все это им распределить. Вы говорите все правильно. Но я по своей роде деятельности не могу. Вот я полностью вас поддерживаю. Это наше... Ну, вещь надо называться своим разгильдяйством. Его никто не отменял. Да. Наше разгильдяйство, оно проявляется во всем. Ну, наверное, и в бытовых условиях. В лучшем его или в худшем его образе. Разгильдяйство – это просто элементарно. Ну, лень. Я не знаю. А потом еще люди почему-то в последнее время... Люберцы, да, городской округ, Москва рядом, может быть, какое-то такое... Не знают, кто у тебя сосед. Очень нехорошо относятся к своему собственному подъезду, где они живут, да? То есть не следят на это. То есть они в своей только квартире как бы существуют и так далее. Есть же тоже такое или нет? Ну, все это есть. У нас мы проводили, я как депутат, дни соседей. В Советском Союзе такого праздника не было. Ну, слово «соседы» – это было самое дорогое. Хотя бы луковицу взять. Ну, конечно. Есть пол батона хлеба, ты уже ужинаешь с соседом. Все, хватало. А потом мы забыли. Ключ под ковриком. Ну, откуда это все? Да, сейчас уже. Сейчас дверь на двери, камера на камере, голосок на глазке. Еще, не дай бог, дверь позвенес, еще оттуда может что-то улететь. А еще и меняются соседи часто. Поэтому тут мы с вами, ну, можем об этом говорить, но давать оценку, наверное, нас никто не упал на матчу. Но с подъездами как вот ситуация в этом году была? Вы знаете, мы все планы выполнили. Вы знаете, есть программа подъезда, его приостановили, точный ремонт подъезда. У нас был план, мы все выполнили. Ну, честно скажу, поймите, когда мы говорим о каких-то отрицательных веществах, это мизер. Ну, оно дает повод говорить, оно наше жизнь чуть-чуть усложняет. А на самом деле масса людей наших, люберчан, да и все российские граждане, масса шикарных, красивых, добрых, симпатичных, ответственных людей. Мы о них почему-то вот раньше даже по телевизору говорим, сейчас везде не говорим. Ну, есть же они. Ну, сейчас модно, я извиняюсь, но в тренде, наверное, какой-то ерунда, наверное, оно больше. Чернуха. Да, молодцы, вы можете. Вот, поэтому, наверное, есть масса. Вот достаточно поставить цветочек, да, например, в Победе, и все. Ты заходишь, и ты понимаешь, что здесь люди живут с другим отношением. Да, таких подъездов увеличивается, я вам честно скажу. Но есть такое, которое и отрывает. Конечно. Ну, это всегда было. Хорошо. Мы всегда хотим, чтобы что-то не было. Это естественный процесс, потому что, ну, хочется, чтобы лучше было. Ну, возвращаясь к подъезду, так сказать, в теме, оставаясь в тренде 2020 года, мы увидели и по телевидению, и везде, значит, по всей стране проходила дезинфекция. Вот как изменилась работа, и как, собственно говоря, работники приходили. Ну, понятно, маска, я имею в виду, как происходила эта работа по дезинфекции, и как работники общались с гражданами через дверь? Оно продолжается, вы правильно говорите. Вот мы, уже говорил, специально купили СИЗА, обеспечили всех, потому что, ну, для нас сотрудники – это… Боевая единица. Ну, конечно, не дай бог еще с ним что-то. У нас графики висят, фотографии везде. Мы вещаем, чтобы люди видели, как мы работаем в социальных сетях. К нам обращаются жители, мы реагируем точно. Бывает кто-то, ну, я, говорит, не видел, как вы работали. Показываем, фотографируем. Поэтому для нас, конечно, в плане работы ничего не поменялось, но оно не специфически для нас, реально уже тяжеловато. Но мы делаем, деваться некуда, есть требования. Я в прошлый раз говорил, и не дай бог, еще завтра управляешь компанией обвинять в том, что очаг по дезинфекции был, а они там дезинфекцию не провели, не провели не вовремя. Поэтому мы работаем, чтобы не дай бог, что случилось. А вот расходы большие на дезинфекцию? Скажу вам честно, расходы немалые, но если погоду в этой мере с миллионами, да, да, это дорогое удовольствие. Это же зарплата ежедневная. Это, извините меня, и средства, конечно, это специальные средства. Не водой же поливаются, да. Это не просто там спирт, вода разбавила. Тем более, она подорожала по ходу дела. У нас же всегда, да. А потом, вот, забегая вперед, скажу, что, почему вперед, да, возмещение тоже было, затрат, но, скажу вам, оно составило процентов, от затрат процентов 20, от общей суммы, ну, хоть что-нибудь. Понятно. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях здесь в программе «Открытый диалог» Мамед Кискинович Азизов, генеральный директор АОЛ ГЖТ. И во второй части продолжим разговор о том, о подведении итогов, как работала управляющая компания в этом довольно-таки сложном 2020 году. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня говорим о ЖКХ. Городской округ Люберцы, естественно, тоже заканчивает вместе со всей страной, со всем миром 2020 год. И вот, подводя итоги довольно сложного года с точки зрения в том числе и ЖКХ, и работы сотрудников, и компании, и то, как мы платим за услуги, мы пригласили сюда в студию генерального директора АОЛ ГЖТ Мамеда Кискиновича Азизова. Мамед Кискинович, вот такой любопытный факт. Я вот сегодня собираюсь, после того, как мы с вами пообщаемся, поехать все-таки закрыть год по ЖКХ, но чтобы душа спокойна была. Я еще цифры не смотрел, то есть, вот как пришло, так сложил и так далее. Вот начнем с первого момента. Как проходила оплата ЖКХ в этом сложном году? Это раз, и второй под вопрос, там же убирали какие-то позиции, вот они вернутся, не вернутся, там капитальный ремонт, и он есть или нет. То есть, как сейчас денежная ситуация? Самый сложный вопрос. Да, сложный, и для нас довольно-таки тяжелый. Знаете, при всем вот тяжести года, я благодарен нашей основной массе, средний сбор у нас по году, надеюсь, выйдет 98-99. Дело в том, что мы в январе собираем за декабрь, и в январе закрываем год. Но могу сказать, за 11 месяцев вот где-то в таких процентах. Это, учитывая всю тяжесть ситуации, много людей потеряли работу, много, ну и бизнес потеряли, и безработным стали, и я считаю, это хороший процент, спасибо всем за это. Понятно, мир не без добрых людей, в кавычке, которые многие не платят. Вы сказали, что добавило, что убавилось. Капремонт три месяца был. Сейчас вернули. Вернули, конечно, было три месяца, прошло, оно вернулось. Но те три месяца никто не будет с нас уже взыскивать. Не должны. Не должны. Что упал, Потому что так тихонечко распределяют. Вы знаете, вот никогда не говори никогда. Я не знаю, в основном случае, я как человек, более-менее понимая жизнь, скажу, не должно быть. Не должно быть. А кому в голову что придет, у нас же некоторые есть умные головы, которые могут все угодно придумать, и потом это скажут. По крайней мере, повышение глобального не ожидается. Нет, нет, нет. Но оно же сейчас только лениво не говорит, что жизнь, она инфляция, потери работных мест. Поднялся. У нас много же импортного товара, и люди стали хуже, бедность, количество безработных увеличилось, и он даже президент своей прямой речи. Было 47, стало 6,3. Это же везде, не только... Ну и правительство уже начинает регулировать, цены нет. Хотя для меня лично, честно говоря, непонятно, рынок есть рынок, но, наверное, у нас все в ручном управлении, это уже другая наука. Но ЖКХ. При этом по ЖКХ скажу, что, повторюсь, спасибо, что более-менее нормальные показатели, при этом, что у нас средние прошлые годы было 100, сегодня 98-90. Ну, слава богу. А как, выбиваете, что ли? Как это происходит? Все методы. Как говорится, все методы хорошие. У нас несколько методов. Первое, убеждение, ну, разговор. Второе, это эссемески. Третье, это просто предупреждение в виде бумажного в виде, да. Третье, судебные предупреждения. Сами суды, судебные приставы. Ну, и МОСЭНЕРГСБ совместно с нами есть договор о намерениях. Иногда совместно отключаем какие-то электрические деньги, бывает, да. То есть это не игрушки? Нет. Отключьтесь. Это вполне серьезный, реальный. Я даю слово все, кто не заплатит вовремя, через определенную законодательство три месяца, полгода, все на себе почувствуют то бремя всех наших ограничений, наших похождения, как хотите называть. А вот скажите, на сегодняшний день есть в городском округе Люберцы какой-нибудь рекордсмен по неуплате? Есть. Какова эта сумма? Миллион четыреста. Миллион четыреста рублей человек должен за ЖКХ? Да, и не собирается, по-моему. А он живет? То есть он там существует? Ну, да простите мне, Господь, но такую жизнь лучше не жить, наверное. Но он живет. Дай Бог ему здоровья. А его могут выселить? Дело в том, что, понимаете, в законодательстве есть много ограничений. Если там дети прописаны, нельзя. есть одно жилье, нельзя. Вот, до 18 лет там, ну, много ограничений. А потом, вот, если весь долг у нас сегодня если взять, да, около 900 миллионов. Ну, это, наверное, много квартир, да? А куда выселить? Даже муниципальные. Сегодня маневрный фонд понятия, понятия об жизни уже нету. не на улице. Тоже, да. Поэтому ограничений и с этой стороны, что особо, но это не значит, что расслабиться. Вот сегодня администрация подала, говорю, в декабре месяце на 10 квартирного селения. Под них нашли. Ну, если люди будут, ну, так вот относиться и на тех найдут. То есть, грубо говоря, если очень будет большое желание, то выселят, если человек не платит. То есть, не нужно расслабляться. У нас ежегодно есть несколько примеров о выселении. Ну, и самые, я миллиард раз говорил, самые чистые, самые лучшие, самые красивые, самые добрые плательщики наши ветераны. В основном, они платят вовремя. По советским принципам. Да. А если их кто-то подводит, то это, наверное, внук. Он дает деньги, или она, ну, наверное, не доходит. Такие варианты есть, потом извиняется, и все платят. Еще поговорим об одной из важных тем. Это приборы учета воды. Вот я тоже недавно проходил эту операцию и долго искал, чтобы не попасть ни на каких мошенников, вот, чтобы все документы были, лицензии, чтобы все проверили, чтобы пошел, сдал в управляющую компанию свою, чтобы, ну, чтобы подтвердили, потому что так можно сделать, оказывается, что ничего не сделал. И вот после вхождения ОЛУК в состав ОЛГЖТ проводится аудит индивидуальных приборов, учетов воды и много ли бы нарушений зафиксировали? Достаточно. А как они выглядят? Люди что-то убирают пломбу? Ну, я уже не говорю о том, что иголку суют, магнит ставят. Ну, интернет полный же. У нас кулибинов хватает. Самое обидное, наверное... Но на кулибинов же есть другие кулибины? Ну, да. Мы ловим. Есть закон, мы должны, обязаны прийти, посмотреть, если полномочные фирмы при нас при жильщем 30. Нельзя так говорить. Мы на рынке выбрали достойных, и они работают о намерениях больше никаких связей. И слава Богу. Дело в том, что... Вот вы... Какие? Ну, бывает кто-то... Ну, почему кто-то вот недавно в бывшем Луке, как вы говорите, ЖО-9 называется сегодня, ну, вода до щечка, куни... 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 бачку. Да. Есть фильтры до фильтров. Понимаете? Разные. Маленькие хитрости. Ну, я не знаю, кто на этом разбогател, кто не разбогател. Многие штрафные санкции. Самая большая в 270 тысяч. То есть за неправильные щечки? Это все в рамках... То есть, грубо говоря, лучше бы его не было, этого щечка, чем вот такое? Конечно, для них. Есть коэффициент 10. Ага. Нарушил, поймали, по полной программе нормативно 10 коэффициентов. Самый большой 270. Ну, есть и 30 тысяч вовремя поймали. Но, поэтому, я просто призываю людей, это не тот случай, на чем можно быть счастливым и богатым и кого-то обманул. Вы сами себя в конце обманываете. Мы все равно поймаем. Вот, законы надо исполнять. Хорошо. А установка счетчиков? Опять же, тут всякие мошенники рядом. Есть, ко мне тоже обращаются. И как вот правильно, если я хочу, вот счетчик устарел, там у него иногда может эта звездочка выпасть, и все. Уже как бы он, ну, не совсем соответствует своим параметрам. Вот я хочу новый счетчик купить. И начинается. То есть, где искать, кого искать. Совет элементарный. Да. Идите в соответствие ЖЭУ, и все. Там подскажут. Там 100% подскажут, и мы за это отвечаем, что это было честно, чисто, без мошенничества. И не надо искать. Вот мы, мы не выходя из дома, хотим все получить. По интернету разве, ну, там есть положительные, там бывают и аферисты. В ЖЭУ есть информация у начальника, у техники смотрителей. У нас рекомендуем фирмы, мы, у них лицензии, они давно проявили около нас, в городе. В чем проблема? Приходите в ЖЭУ. Да, в ЖЭУ. Ждите в СССР. В ноябре некоторые жители получили объявление с предложением пересмотреть, ну, или высказать мнение по мусоропроводным системам. Вот, я живу в Москве, у меня в доме полностью поменяли новый мусоропровод. Его никто не запаивал, он теперь новый, он работает, то есть его не отменили. Вот, что вы предлагаете по этой системе? Спасибо за вопрос. Я уже месяца три, наверное, в Никсе сам летел. Вы знаете, правительство выносит постановление, на востройках мусоропроводов не будет. Я студентом, будучи, на автозаводской снимал комнату, первого года обжить не было. Там на кухне был мусоропровод. была такая. Абсурдность, элементарность, безобразие. Гигиена и так далее. Есть много хороших в Советском Союзе. Для меня это был дикостью, как это, тараканы лезли со всех щелей. Понятно, убрали теперь лестничную. Я убежден, учитывая возраст и количество лет прожитых, и работы, не нужны они. Но не ленитесь своего. Кругом, на шагу, доступность мусорной камеры, контейнерной площадки. Уберите, отнесите туда. И это же экономия какая-то будет, да? На квартплате. Смотрите, я что предлагаю. Вот некоторые уже сделали и счастье благодарят. Во-первых, это чистота. Это вот мы говорим, ищем эти заразу где-то, а зараза у нас может появиться в любой момент. Вы извините, есть вещи против крыс, мышей, тараканов. Как бы мы ни бороться, управляешь компанией, есть вещи, которые не можешь бороться, понимаете? Есть вещи, которые как на закат и восход солнца, что бы ты ни сделал, ты не можешь реагировать. Я вот просто призываю людей, которые сегодня мы обращаемся и через социальные сети, через телевидение, радио. Давайте заварим. Что я предлагаю? Первое. Промыть все, чтобы не было прижителя, при старшем подумке. Промой по несколько раз. Затрата, затрат бокси, чистота дороже любых затрат. Раз. Потом мы завариваем, да, и пересчитываем вам деньги. но по таким грубо подсчетам рублей сто, сто с лишним месяц экономуют. А что нужна? Инициативная группа нужна? Есть законы, их надо исполнять. Это большинство, протокол, мы поможем, протокол нам отдали, мы помыли, заварили, пересчитали. Без этого я не смогу. Я думаю, что наверняка кто-то заинтересуется этим уже в следующем году. Надеюсь, очень хочу, честное слово, я просто призываю. Но у нас есть примеры. Я реально говорю, чистота, порядок, люди довольны. Спасибо вам, говорю, сами себе надо говорить. А раз есть примеры, то в следующем, новом 2021 году надо к этому вопросу вернуться. А сейчас у вас, Майонет Хискин, еще есть прекрасная возможность поздравить всех с наступающим Новым годом. И чтобы вы сказали всем жителям и всем, скажем так, вашим коллегам, потому что вы же все вместе, вы помогаете, они пользуются. Ну да, в этом году корпоратив уже не будет. Я коллег так поздравлю. Мы отменили все. Ну и правильно сделано, надо идти в ногу со временем, хотя, может быть, не совсем правильно. Я хочу искренне поздравить, понятно, сначала мой коллектив, с кем я уже давно, с наступающим Новым годом. И жители, мы не можем разделиться, мы вместе все, мы не можем отдельным быть. С Новым годом. Самое главное, как бы банально назвать, здоровье всем. Вот начинаешь понимать, как это необходимо и на фоне всего, что происходит. Будет здоровье, все остальное сходим в магазин, на базар, все купим, затаримся и поживем. Поэтому здоровье, берегите себя, берегите свои семьи, берегите своих близких. Не дай бог, какая-нибудь зараза, чтобы к вам приходила в Новом году. Пусть все плохое останется, все хорошее берите и будьте счастливы. Спасибо огромное. У нас в гостях генеральный директор ООГО ЖТ, Мамед Кискинович Азизов. Вас также с наступающим Новым годом. Ну, а это была программа «Открытый диалог», вел которую Николай Пивненко. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»